Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных работе детских библиотек. Сегодня я хотел бы представить нашу новую гостью. Это Ольга Николаевна Ершова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, заместитель директора ЦБС города Волоколамска по работе с детьми. И темой, которой вы занимаетесь, проблемами, которыми вы занимаетесь, это проблема краеведения. То есть с помощью краеведения привить у детей любовь к родному краю. Ольга Николаевна, прежде чем мы перейдем, наверное, конкретно к работе вашей библиотеки, у нас такая небольшая традиция существует перед началом каждой передачи. Расскажите немножко нам о городе Волоколамск. Потому что я уверен, что многие наши телезрители не знают до конца об этом городе. Ну, прежде всего, что имеется в виду с точки зрения исторического, культурного наследия. И потом сразу перейдем к работе библиотеки. Пожалуйста, Ольга Николаевна. Ну, даже человек, если никогда не был в Волоколамске, он, наверное, однажды в жизни слышал Волоколамское шоссе. Это как бы является визитной карточкой. Даже на Кубе есть Волоколамское шоссе. На Кубе? На Кубе. Это событие, связанное с Великой Отечественной войной. И кто проезжает по железной дороге, видит в поле стоят памятник мемориалу 28 героям панфиловцев. Но начинается история Волоколамска гораздо раньше. Первое упоминание в Труицкой летописи было в 1135 году. То есть по летописям даже раньше, чем о Москве. Да, даже раньше, чем о Москве. О том, что все-таки надо пересмотреть, наверное, срок создания Москвы. Это не значит, что Москва старше Волоколамска. Волоколамск тоже может быть еще старше. Потому что он находился на важном торговом пути. Все связи были по рекам. И вот Волоколамский – это путь из варях в греки. Новгородцы основывают на берегу Ламы крепость, которая является охранным пунктом при перевозке товаров с севера России, на юг, в Византию. Шли торговые суда. А жители Волоколамска занимались тем, что они сопровождали эти караваны, были лоцманами. И через Волоколамск шел торговый путь. Но Волоколамск постепенно разрастался и стал со временем форпостом Москвы. Неоднократно пришлось защищать Волоколамцам Москву от нашествий. По Волоколамской земле прошло много завоевателей. Начиная с полчищ Батыя, которые пришли на Русь. Потом после этого были польско-литовские интервенции. События, которые мы в последнее время очень часто вспоминаем. И самое интересное, что войска поляков захватили Москву, а Волоколамск им так и не удалось взять. И тогда в отчаянии Сигизмунд Третий сказал, что это крепкий орешек. Что же будет дальше, если такой небольшой город держал так долго оборону? Затем по Волоколамской земле прошли полчища Наполеона. И Беккендорф, известный нам в связи с Пушкиным, он воевал и освобождал Волоколамскую землю от мародерских полков Наполеона. Как и Беккендорф, как выяснилось, очень неплохо относился к Пушкиным. Всячески поддерживал. Да. С Пушкиным у нас тоже связано много. Потому что Александр Сергеевич породнился с семьей Гончаровых, имение которых находилось в Яропольце. Вот так правильно сказать. И война Великой Отечественной показала, какое важное значение имели шоссе, которые вели к Москве. В первую очередь старались фашисты захватить их. И маршал Георгий Константинович Жуков, когда его спросили, что же в войне самое яркое событие, что вам запомнилось, он сказал, Московская битва. Вот на Волоколамском направлении, одно из важнейших направлений, которые держали оборону, многие части, которые удалось срочно собрать, это были не регулярные войска, а отступающие войска. И только с приходом сибирских полков началась вторая фаза Московской битвы, это уже освобождение. Ну вот такая история в Волоколамском. Хорошо. Ну а теперь давайте о библиотеке, пожалуйста. Ну наша библиотека, одна из старейших детской библиотеки, в этом году отметила свой 75-летний юбилей. А вообще библиотека в городе Волоколамске появилась 105 лет назад с коллекцией врача, который передал свою библиотеку. И с этого мы начинаем свою историю. И только однажды на 2,5 месяца библиотека была закрыта, это в годы оккупации. А так она никогда не закрывала свои двери для детей, и она меняла свои адреса, но всегда оставалось у нее самое главное. Это не стиль детям, доброе, ценное, вечное. Ну то есть у вас славная история, смотри, очень славная история. Очень богатая. И нам поэтому обязательно, это наше самое главное богатство, и мы которое должны передавать будущим поколениям, нашим детям. Ольга Николаевна, вот я предупреждал и других участников нашего проекта, и вас предупреждаю, что нашу программу смотрят многие студенты библиотечных, вузов, техникумов. И от того, какое их отношение будет в последующей работе в библиотеке, пойдут ли они в библиотеке, вот это зависит в том числе и от наших с вами передач. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы поделились своим богатейшим опытом, который у вас есть, именно практическим опытом. Ну давайте вот прямо с чего мы начнем. Значит, с кем вы работаете? Вот кто является, кто ваш основной контингент, скажем так? Ну, дело в том, что библиотека детская начинает работать даже не с читателем, а со слушателем. Вот мы непосредственно работаем, начинаем с детского сада работать. С детского сада? Начинаем уже краеведческое знакомство детей с краеведческим материалом. Потом дети переходят в школу. И мы постоянно с ними. То есть до школьного возраста и до девятого класса библиотека всегда с детьми. Но извините меня, я вас хотела бы показать некоторые слайды. Давайте сейчас покажем слайды. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот в собирании вокруг Москвы важную роль сыграл Иосиф Володский монастырь. И наш земляк Иосиф Володский. Это он победил ересь и отстоял православие в тяжелое время. Вот это наше сокровище, это этот монастырь. Следующий слайд. Мы постоянно возим туда детей, чтобы они видели, знали, соприкасались с живой историей. Вообще Волоколамск это музей под открытым небом. Каждая улица, каждый храм. Следующий слайд. И вы знаете, я только на секундочку. Мне кажется, вот с помощью таких поездок осуществляется как бы связь детей именно с православием, с нашей религией. Синтез вот этого. При общении детей к доброму, к светлому, к хорошему. Давайте следующий слайд посмотрим. Это мы проводим экскурсию, мы по городу идем. И вот мы вводим детей по всем храмам. А их у нас в Волоколамске было 6 монастырей и 24 храма. Но вот прошедшие войны по городу, к сожалению, сократилось количество этих монастырей. И сейчас у нас осталось действующих только 3 храма в городе. У меня сразу вопрос. А вот вообще вы имеете связи с православной церковью? Обязательно. В гимназии номер 1 города Волоколамска открыта кафедра духовно-нравственного воспитания. И библиотекари пригласили работать на этой кафедре. И вот 21 числа у нас будет круглый стол, посвященный духовному воспитанию детей. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы дети лучше знали историю, мы проводим эти экскурсии. И светом чудным озарен. Это вот все, что связано с духовным воспитанием в Волоколамске. Пожалуйста, следующий слайд. Но еще одно важное материал для воспитания детей, чтобы они знали историю своего края, это дворянские усадьбы. Дворянские усадьбы – это целый мир, который состоит из зданий, люди, которые жили в этих усадьбах. Там прекрасные комплексы музейные сейчас они стали. И не зная жизни усадьбы, невозможно представить себе историю своей стороны, своего края родного. Вот на слайде изображено имение Гончаровых. В Яропольце находятся два имения. А Гончаровы – это прежде всего с Натальей. И вот когда мы привозим сюда детей на экскурсию или на празднование Пушкинского дня, всегда вспоминаются стихи, написанные нашим поэтом. «Родник и ныне бьет из-под земли в имении Гончаровых, в Яропольце. Расходятся серебряные кольца, как и тогда при встрече с Натальей. Лег ручеек в веселую строку от родника опального поэта. И кажется, что Пушкин рядом где-то, и он вот-вот придет к роднику». Но по следующей слове можно. А в Яропольце находится и еще одна знаменитая усадьба. Это Чернышевых. Основу ей положил губернатор Москвы Захар Григорьевич Чернышев. Фельдмаршал. Он завоевал Берлин и привез царицы ключи. И вот этот чиновник построил великолепный усадебный комплекс, который назывался «Русским Версалем». С этой усадьбой связано очень много в истории нашей страны, и в том числе в Волоколамском крае. Последний владелец по мужской линии – это был тезка Захар Григорьевич Чернышев, но уже декабрист, который был сослан в Сибирь, и ему привезла послание поэта Пушкина, сестра Александра Муравьева, которая была замужем и также за декабристом. Следующий можно? Ну вот я как сказала, что мы с детьми занимаемся с детского садика, и здесь приходится подбирать другие формы и методы работы, чтобы были понятны малышам. Вот эти формы интересны. Вот одна из форм этих работ. Мы постарались познакомить детей из «Сказ о Волоколамске». Была такая у нас передача занятий в «Русской избе». Помимо этого мы знакомили их с народными промыслами, которые, золотошвейные промыслы, были развиты в Волоколамске. А встреча с замечательными людьми – это была встреча с поэтом Ниной Сотниковой. Нина Сотникова написала стихотворение для детей, и они прозвучали на этой встрече. И она предложила детям нарисовать к ним иллюстрации. И вот на… Следующий слайд. И на одной из этих стихотворений «Расскажи, дед, про войну», «Расскажи, дед, про войну», про медали, хоть одну, расскажи мне вот про эту. Это дали за победу. Юбилейная она, ветеранам всем дана. Кто на фронте воевал, кто в тылу им помогал, все вложили вклад в победу, чтобы тебя минули беды. И вот дети нарисовали так, как они воспринимают это произведение. Мы видим на рисунке. А следующий слайд. Третий слайд. Да. Нам нужен мир стихотворения. Это все детское творчество. Да. Вы знаете, что… А примерно, вот какого… Это вот именно вот самое маленькое? Это самые маленькие. Самые маленькие рисуют уже, да? Да. Самые маленькие дети. И знаете, мы стараемся, чтобы занятия по краеведению не были случайными, эпизодическими. У нас… Можно следующий слайд? С 1998 года работает краеведческий кружок «Истоки». Если вы посмотрите на обложку нашего кружка, это наша фирменная обложка, вот вы увидите, что здесь история от Волоколамского Кремля, то, что в верхней части изображено, и герб Волоколамска, вот, как бы переходит постепенно к событиям Великой Отечественной войны. Вот эта дорога к знаниям о своем краеведении – это истоки любви к родной земле. Пожалуйста, следующее. Вот. У нас очень богатые истории, и чтобы дать возможность всем детям принять участие, чтобы они показали свои знания, мы стали проводить районный конкурс «Страница народного подвига». Эта работа – одно из самых ярких событий, которые происходили в рамках этого конкурса. Это на втором районном конкурсе «Страница народного подвига» победителей конкурса награждали во время проведения кинофорума. Сейчас он называется кинофестиваль «Волоколамский рубеж». Это происходило в Волоколамском Кремле. Там присутствовали участники этого форума, присутствовали ветераны-панфиловцы, и дети получали награды вот в такой торжественной обстановке. Конечно, это не осталось бесследно, это запомнилось детям, а победители были награждены поездкой на Поклонную гору. А что всё-таки это за конкурс? Чуть-чуть можно народный подвиг чуть поподробнее? «Страница народного подвига» – это конкурс, который проводится для детей, чтобы дети чувствовали себя уверенно в нескольких возрастных категориях. Это первые и четвёртые классы, пятые, восьмые и старшие ребята проводят. И каждому из этих, соответственно, их знаний, их запасу знаний были заданы вопросы. Вот младшие школьники должны были ответить, какие два парада проходили, в каком году военных парада. Это имеется в виду и 41-й, и 45-й. Ну, соответственно, значит, для детей более старшего возраста и вопросы более сложные. Вот ребята, отвечая на эти вопросы, они приходят в библиотеки, собирают материалы, читают литературу. А какие вопросы для детей старшего возраста, для ребят старшего возраста? Для более старшего возраста мы спрашиваем полководца Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боях на волоколамском направлении, герои волоколамцы. То есть вопросы более сложные, которые требуют подготовки. Вот что показалось... Сложный вопрос. Знаете, вот я сходу тоже бы не ответил. Но это не предполагается сходу отвечать. Это требуется для того, чтобы почитать, подготовиться. Я все-таки вернусь к младшему возрасту, потому что ведь ребенок сам не сможет подготовить материал. Ему в этом помогают взрослые. И вот это было очень интересно, когда мамы, бабушки, папы приходили вместе со своими детьми в библиотеку, подбирали материалы, оформляли. Если вы посмотрите на слайде, вы увидите, сколько фантазии, любви вложили в... Еще раз покажем его. Да. Чтобы было интересно преподнесен этот материал. И мы пришли к такой идее, что все-таки надо... Когда мы столкнулись с этим, что целые семьи готовят работы для конкурса, мы дали следующее задание детям. Мы уже не в рамках этого конкурса. Мы попросили детей написать такую творческую работу «Я и моя семья связаны с Великой Отечественной войной». А что имеется в виду «я и моя семья»? Это что конкретно? Это вот ребенок должен был написать... Ведь у нас нет в России такой семьи, чтобы в ней кто-то не принимал участие в Великой Отечественной войне. И вот в семьях была проведена большая работа. Поднимались семейные архивы, реликвии, вынимались реликвии. И дети писали о тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Где воевал, в каких родах войск, на каких направлениях, на каком фронте, чем награжден. У нас собрался такой богатый материал, что мы в газете «Волоколамский край» была даже открыта целая рубрика «Дети пишут о войне». И знаете, как было приятно детям, что вот их труд был напечатан в газете. Как приятно было ветеранам, тем, кто воевал, узнать о том, как дети относятся. А потом мы предложили следующую тему детям. И она называлась так. «Я пишу тебе воин из того далекого будущего, за которое ты отдал свою жизнь». И я хотела вот прочитать небольшой фрагмент из этого письма. Меня зовут Худяков Артем. Я пишу вам письмо из 2001 года. Я знаю, что вы защищали нашу родину и Москву. Вы все погибли. Вас было так мало, всего 28 человек. Вам было страшно, когда наступали вражеские танки. Но вы не сдавались. Вы отдали свою жизнь для того, чтобы были живы мои мама и папа, чтобы я мог жить и учиться. Ну, письмо большое. И вот такие... То есть не общие слова, а не общие фразы. А вот именно, чтобы ребенок прочувствовал все эти события, которые происходили. Что они коснулись вот именно его семьи. Ольга Николаевна, у меня сразу по ходу вопрос возник. А вы не пробовали издать вот все эти письма отдельной такой небольшой брошюркой? Может, это было бы интересно? Мы бы, наверное, попробовали, если нашелся бы спонсор. Но я хотела бы сказать такую вещь, что из творческих работ наших детей, которые принимают участие вот в такой краеведческой работе, многие работы были включены уже в книги. У нас вышла книга «Волоколамск в очерках краеведов». И один из авторов этой книги – Марина Садыки. На момент издания книги она была ученицей 10-го класса. Она написала о названиях города, которые были связаны с какими-то событиями. Допустим, у нас в городе 4 улицы, названные в честь героев Московской битвы. Панфилова, Льва Даватора, Клочкова и 28 героев-панфиловцев. Также у нас есть улицы, которые названы в честь партизан, которые воевали и погибли на Волоколамской земле. То есть, вот если вы посмотрите следующий слайд... Давайте покажем следующий слайд. Вы увидите, что в городе очень проводится большая работа, чтобы ветераны могли поделиться своими воспоминаниями, могли рассказать детям. И вот стала хорошей традицией, что 22 июня, в День памяти и скорби, у мемориала погибшим волоколамцам, а их ушло на фронт, 12 тысяч, и только 6 тысяч вернулись назад. Каждый второй. Да, это были и женщины, и мужчины, дети. И вы знаете, многие погибли, освобождая страны Европы. А у нас, на нашей волоколамской земле, погибли воины пяти национальностей. Вот на этом... у этого мемориала, здесь не видно, стоят два памятника, два полководца... Двух полководцев. Это Ивану Васильевичу Панфилову и Мамыш Улы. И приезжают делегации не только ветераны-панфиловцы, кто воевал на нашей земле, но и приезжают из Казахстана, чтобы возложить цветы к этому мемориалу. Они приезжают и в Волоколамск, и на мемориал 28 героев-панфиловцев. Ольга Николаевна, у меня, вы знаете, сразу по ходу вопрос возникает, а вот как слушают школьники ветеранов? Потому что, ну, не каждый, может быть, ветеранца может донести, не дойти такую форму, интересную форму, которая может быть интересна сегодняшнему молодому поколению. Есть такая проблема? Ну, надо, чтобы не было проблемы, надо подходить с учетом возраста аудитории, с которой работаешь. Мы в День памяти и скорби, помимо митинга, который проходит вот у мемориала, мы проводим еще и такую форму, как песни, военные песни, которые исполняют дети. То есть в Волоколамском Кремле приезжают ветераны, вот, а дети разучивают эти песни, потому что они сейчас все реже и реже звучат в эфире, да, можно где услышать. Да, к сожалению. Вот в таком формате работы детям и ветеранам очень интересно, они принимают активное участие в этом и исполняют эти песни, и слушают, и им. И это настраивает на определенную волну, и тогда уже происходит такой контакт, уже располагает восприятие материала тот, что рассказывают те, что рассказывают ветераны. Ольга Николаевна, а вот участники локальных войн, жители Волоколамска, выступают у вас? У нас действует, как и везде в Подмосковье, такое боевое братство, да, вы слышали об этой организации, и мы работаем с ними, мы работаем в контакте с общественными организациями, клубами. Вот, у нас существует такой отряд поисковый, панфиловец, который принимает участие, они ведут раскопки на местах боев, и потом 9 мая происходит захоронение останков. Вот, и была такая фраза, да, пока не похоронен последний воин, война считается незаконченной. Вот мы больше уделяем внимание как-то ветеранам Великой Отечественной войны, и павшим, и сегодня которые остались в живых, а ветеранам локальных войн у нас, к сожалению, внимания меньше, потому что они живут среди нас. Как-то это все, я считаю, хотя и школы, и на школах города Волоколамска висят доски с фамилиями тех ребят, которые погибли в Афганистане, но они, к сожалению, вспоминают только в момент, и даты, когда вы родились, войска из Афганистана, да, а памятник воинам-афганцам до сих пор не поставили. Ну, это, мне кажется, тоже очень вещь неправильная, и, может быть, библиотеки тоже стоят... Ну, опять же, говорю, это, упаси Боже, я никаких советов не даю, но просто вот мне кажется так, что это тоже важнейший момент работы библиотек, в том числе вашей библиотеки, раз вы занимаетесь таким благородным делом, тем более вы не забывайте, ну, ведь почет-то нужен не только мертвым, но и живым. Мы часто вспоминаем убиенных, да, тех, кто не пришел с войны, если упает о замечательной историке. У меня один товарищ, очень хороший художник, он действительно мирового уровня художник, но он не признан, ну, это бывает очень часто. И вот у меня про него наш третий друг, он сказал, ну, что же, говорит, Лешку надо убить, чтобы его признали во всем мире. Наверное. Вот, наверное, так, что ли, как пример Константина Васильева, это очень наглядный пример, ничего не имел при жизни человек. Как только умер, проходит некоторое время, когда это же гений был. Точно так же и люди, которые живут в Волоколамске, участники войны, локальных войн. У нас глава администрации Карабанов, он принимал участие, мой муж воевал в Афганистане. Тем более. Но вот они такие люди скромные и не привлекают к себе такого внимания. А можно следующий слайд? Пожалуйста, давайте посмотрим следующий слайд. И еще следующий. Еще следующий? Ага. Еще. И следующий, давайте. Да. Вот посмотрите, интересная схема. Если вы внимательно на нее посмотрите, это контуры Волоколамского района, на которой нанесены захоронения воинов, погибших в Великую Отечественную войну. То есть, звездочки красные, и такое впечатление, что вся Волоколамская земля пропитана кровью вот этих погибших... Да, русских солдат. Русских солдат, да. И здесь же погибли и Панфилов, и Даватор. Здесь погибли восемь комсомольцев-москвичей. И ребята вышли вместе с отрядом Зои Космодемьянской, и у нас в Волоколамске разошлись в разные стороны. Вот, к сожалению, нечаянно одна из жительниц Волоколамска выдала их. Их поймали фашисты и казнили. А начиналась история вот этих отрядов, когда они собрались у Колизея, московский кинотеатр. Их собрали, отвезли на сборный пункт, там они готовились, изучали подрывное дело. А потом их отправили на задание. Мама Зои Космодемьянской написала, что они родились для жизни, а вот так погибли. И вот в Волоколамске проходила встреча, в которой «Подвиг будет сиять вечно». Это устный журнал, где мы показали ребятам фотографии этих восьми ребят. Они работали, кто-то работал из них на заводе «Серп и молот», девочки учились в техникуме. У кого-то были семьи, остались дети, они родились в разные годы, а вот дата гибели у них одна – 1941 год. А еще я обязательно хочу рассказать вам следующий слайд, можно? О кремлевских курсантах. Эта тема нас занимает в кружке очень близко нам, потому что ребята, которые учились в военном училище имени Верховного Совета, они ненамного старше тех ребят, которые занимаются в нашем кружке. Этот Кремлевский, если кто-то читал Константина Воробьева «Убитый под Москвой», вот это те события, которые описаны в этой повести. Молодые ребята были срочно вызваны к месту наиболее опасному прорыву фашистов на Волоколамское шоссе. Этот летний лагерь находился в Солнечногорске. Они пешком прошли от Солнечногорска к Лину, потом Высоковской, и пришли в район Волоколамска. Полк этот просуществовал всего три месяца. А потом те, кто погиб, тот и остался в Волоколамской земле, в том же Яропольце, где и находятся наши знаменитые усадьбы. А кто остался жив, им было присвоено очередное воинское звание, и они разошлись по полкам. Но вот этот путь, полка, три месяца. Мы стараемся изучать кропотливо, собираем по капле воспоминания тех, кто остался жив. И вот эта связь продолжается и в наше время. Можно следующий слайд? Вы видите здесь встречу тех немногих ветеранов, которые остались. А на следующей фотографии... Следующие? Да, следующий слайд. Это уже современные курсанты, которые постоянно приезжают, ухаживают за этим памятником. И они стали родными в этом селе. С ними постоянно встречается Антонина Павловна Кожемяк, который собирает эти материалы и который предоставляет нам эти материалы. У нас есть такая задумка, мечта пройти путь кремлевского полка. А вот сразу у меня возник по ходу вашего рассказа вопрос. А вот с этими ребятами, с кремлевскими курантами, курсантами, вы встречаетесь? К сожалению, знаете, когда это происходит 9 мая, в город столько много делегаций приезжает. И приезжают и из Казахстана, и Киргизии те, кто погибли в числе 28 панфиловцев, делегации из этих городов приезжают. У нас очень много памятников. И вот так получается, что мы никак не можем встретиться. Хотя я писала письмо, обращалась к главам тех районов, по которым прошел путь этих курсантов, чтобы мы вместе, ребята, которые изучают историю этого полка и курсанты, прошли этот боевой путь. Может быть, кто-то услышит мои слова и отзовется. Мы с удовольствием. Тем более, что у нас есть Ламич, молодежный центр, который обещает нам помощь в организации вот этого похода. То есть сама мысль, весь ваш рассказ, он подталкивает к тому, что должна здесь быть хорошая, серьезная смычка. И, может быть, курсанты, они бы даже взяли шефство над ребятами в библиотеке. Это было бы прекрасно. Старшие товарищи, вот они являются как раз образцом для молодежи. Ну, я вот так сходу просто думаю. Вы понимаете, в чем дело, что в школе ребенок учится с первого по девятый, там, одиннадцатый класс. А в библиотеке очень маленький промежуток, когда они с нами. И у нас вот с 98-го года уже состав наших кружковцев поменялись. Меняются каждые 3-4 года. Поэтому те ребята, которые начинали вот когда-то работу в краеведческом кружке, они сейчас уже выпустились, вышли из школы и уже не принимают участия в работе. И нам приходится каждые 3-4 года начинать работу с нуля. Нет, Ольга Николаевна, мне что имеют? Так вот, 3-4 года, это как раз, как мне кажется, это тот срок, в течение которых и осуществляется эта смычка. Это курсанты, они тоже не вечные курсанты, там несколько лет и выходят. И вот как раз в этот момент, вот старшие товарищи, причем, ну, все-таки ветеран, ну, при всех делах, он для него, там, дедушка или там, прадедушка. А тут молодые ребята, которые являются их старшими братьями, так, которые для них, безусловно, авторитеты. Это настоящий авторитет для него. И вот это, мне кажется... Мы не порочи. Был бы очень хороший момент для развития ваших благородных дел, ваших благородных мероприятий. Скажите, пожалуйста, а вот проблемам экологии вы занимаетесь? Уделяйте внимание, вот есть у вас какие-то моменты, связанные с экологией? Ну, о чем говорить? Это же одна из самых больных проблем сейчас. Вот можете немножко рассказать? Дело в том, что краеведение – это такое направление, которое работает и с экологией, и с историей архитектуры, и с замечательными какими-то людьми. То есть здесь в краеведении столько направлений для работы, что у нас вот пять лет как существует краеведческий сектор в библиотеке, который собирает редкие ценные материалы, выпускает свою продукцию какую-то. Вот. А экология, вот у нас на начальном этапе была эта тема – лама, голубая ленточка, связавшая историю. И мы прошли по ламе, ее сейчас, к сожалению, никак нельзя представить, вот той рекой, по которой были сплавы, по которым проходил путь из варях в греки. Сейчас эти реки обмелели, они уже в таком состоянии, что настал момент, когда надо говорить о спасении. И мы тоже собирали этот материал, принимали в субботниках по очистке берегов нашей ламы. Вот. Мы занимаемся экологией. А представляете, вот издать такую книжечку или такую маленькую, какую-то маленькую информацию, вот то, что было и то, что есть сейчас, для сравнения. Было бы замечательно. У нас очень талантливые «Одаренные дети». Вот недавно мы принимали участие в четвертом съезде «Одаренные дети России». Нас пригласили в качестве почетных гостей, потому что волоколамские ребята принимали участие в нескольких номинациях. Вот. И в том числе они пишут замечательные работы. Если издать то, что пишут наши дети, это был бы богатый, удивительно качественный материал. Я ведь не случайно вас об этом спрашиваю, потому что выступали перед вами некоторые ваши коллеги и рассказывали, что подобный опыт у них уже есть. И сам ребенок, он чувствует. Он не просто сказал «нет», а вот его там стихотворение, его какая-то информация, его письмо. Вот посмотрите, оно опубликовано. Вы знаете, это на раннем этапе вообще всех интересует. Вот. Даже, вы знаете, многие писатели даже за свой счет готовы публиковаться. Мы включились в проект «Летящие перу» областной детской библиотеки. Это семинары и занятия с торопцевым писателем, который приезжает в Волоколамск, встречается с ребятами, которые пишут, пробуют пера и в поэзии, и в прозе, и статьи какие-то пишут для газет. Вот. И у нас есть такая надежда, что в сентябре года выйдет прикосновение «Альманах», уже на материалах Волоколамского, Истринского и Московской областной детской библиотеки, тех библиотек, где проходят семинары «Летящие перу». Ну вот, в принципе, Тоси, вот моя мысль была, мое предположение, оказывается, у вас уже это в той или иной степени реализуется. Вот. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли, в принципе, проблемы с чтением у детей? Есть такие проблемы? И какие еще интересные формы вы используете для того, чтобы увеличить у ребят интерес к чтению? Я почему ставлю этот вопрос? Ну, он меня волнует не только как писатель. Раз читают меньше всех, значит, меньше читают и меня. Даже не в этом дело. А ведь действительно, это трагедия общества, что люди читают очень-очень-очень мало. Правда, говорят, я не знаю, что сейчас чуть-чуть вроде интерес у людей к чтению возрос в последние год-два, но я не знаю. Но я же встречаюсь с такими удивительными товарищами, студентами высших учебных заведений, которые мне с гордостью говорят. Вот один мне сказал, я за всю жизнь не прочитал ни одной книги. Причем сказал это с гордостью. Опять же, он горд этим. Вот какие формы привлечения детей к чтению? У нас существует литературная гостиная, тепло родного очага, где мы занимаемся родители и дети вместе. И вот эта форма очень способствует тому, что родители в курсе того, что читают дети. Мы стараемся проводить занятия так, чтобы было интересно и детям, и родителям. Вот недавно провели конкурс по Лингрен, 100-летний юбилей, который отмечается в этом году. Сейчас 100-летний юбилей Лингрен. В этом принимали участие семейные команды. И вот эта форма работы очень подталкивает к тому, чтобы дети читали. Если родители заинтересованы в том, как проводят их дети, если они их могут привезти в библиотеку, принять вместе участие в каком-то мероприятии, вот это является большим подспорьем в том, чтобы наши следующие поколения детей были читающими. То есть, вот если мы так будем немножко подытоживать Ваше выступление, что является приоритетным сейчас в работе библиотек? Мы, конечно, направление и экологическое, и кариевическое, и патриотическое. Это все очень интересно, и мы будем продолжать с ними работать. Но самым главным хлебом в библиотеке является чтение. И вот это направление, чтобы у нас были читающие дети, для нас является все-таки... Должно являться для библиотек, особенно детских, самым главным. Потому что то, что ребенок узнает до школы, это 80% его интеллекта. А остальные 20% он приобретает в школе, в институте и в результате самообразования. Вот я честно Вам скажу, у меня не было таких данных. Это точные данные? Это точные данные. 80% до школы. Ну да, говорят, что именно вот в этом возрасте малыш особенно активно. Иногда даже бессознательно все это на корочку свою записывает. Скажите, пожалуйста, а вот помогает ли Вам руководство, частные какие-то структуры в Вашем благородном деле? Или все-таки есть проблемы? Есть ли у Вас проблемы с привлечением кадров именно на работу? Потому что мы знаем, что такая, давайте скажем откровенно, это же общая проблема. Основной возраст работников в библиотек это где-то за 40 лет. В моем коллективе у нас только два человека, которые недавно пришли из института. Но пришли же все. Я думаю, что они еще добьются каких-то больших творческих успехов, удач, полюбят свою работу, потому что те, кто приходят в библиотеку, это люди совершенно особые. Они всю жизнь учатся, всю жизнь развиваются вместе со своими читателями. Нельзя сказать, что библиотекарь, обладая фондом 32 тысячи, как у нас в библиотеке, он когда-то прекратит свое образование, потому что приходят новые дети, новые темы, новые вопросы возникают, которым мы должны ответить. Библиотекарь это вообще уникальная профессия, потому что может быть специалист любой специальности, учитель, какой-то определенный филолог, математик, физик. А мы должны помогать всем. Мы должны помогать каждому ребенку, с каким бы вопросом он к нам не пришел, отвечать на все его вопросы. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну а все-таки вот есть ли какие-то частные структуры, которые помогают вам? Или все-таки в сегодняшних условиях библиотеке приходится, ну, выживать самой? Ну, мы, наверное, счастливые люди, потому что у нас хорошее взаимопонимание с администрацией и города, и района. И они нам помогают, предоставляют нам какие-то призы, дают нам транспорт для того, чтобы мы могли проводить свои экскурсии. Вот организуют, помогают организовать встречи с журналами. Допустим, мы проводили встречу с журналом «Мурзилка», и в этом нам большую помощь оказала наша администрация. То есть идея социального партнерства, она тоже у вас работает? Да. Ольга Николаевна, ну, прежде всего, разрешите поблагодарить вас за столь интересную информацию. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы прощаемся. Я думаю, опыт наших замечательных практиков в той или иной степени должен вам помочь. На сегодня мы с вами прощаемся. До следующих встреч. До свидания. Всего вам самого хорошего.